В первом магазине работала одинокая Калет, Эдгар такой Соня, он никогда не встает так рано по утрам, и девушке приходится работать одной, но слава богу посетителей пока что не было, и она могла немного взремнуть, как вдруг послышались шаги. Первый посетитель, Калет выпрямилась и с улыбкой собиралась обслужить клиента, как тут увидев кто это, она встревожилась, зачем он пришел, это был Фэнк, Калет сказала, что Эдгара нет, да и вообще ему здесь нечего делать, они все решат во время турнира, парень просто молчал. Наступило затишье, Калет очень волновалась и попросила Фэнка немедленно уйти из магазина. Что ты творишь, Фэнк? Зачем ты оглушил ее? Так в этом заключался твой план! В это время Эдгар дома сладко спал. Даже то, что он спит в одежде, не помогает ему вставать рано. Боец все равно спит, как убитый. Прошло 30 минут, и Эдгар наконец открыл глаза. Нужно вставать. Но ему было так лень. Хотелось просто лежать и смотреть на потолок. Но нужно идти на работу, Калет. Он встал с места. Хорошенько потянулся и хотел выпить чашечку кофе. Но Калет сейчас, наверное, грустит одна на работе. Поэтому он сразу направился в магазин. Придя на место, Эдгар не увидел девушку. Он выкрикнул ее имя. Но никто не отзывался. Парень тут же заволновался. Потому что Калет никогда не оставляла магазин пустым и не уходила. Что-то случилось. Но что? Он подошел к кассе. Вроде ничего подозрительного. Но тут ему на глаз попалось какое-то письмо. Взяв в руки, он начал читать. И с каждой строчкой его выражение лица менялось. Эдгар спал в ярость. Этот урод, Фэнк. Как он мне такое позволит? Фэнк принес Калет к себе домой. Да, конечно, он поступил очень жестоко. Но использовать более девушку Бравлер не собирался. Она останется здесь. А после всего Фэнк ее отпустит. Парень вышел из дома и направился к месту, который оставлял в письме. Он ждал этого очень долго. Как тут по пути его остановил Байрон. И спросил, куда это он идет такой серьезный. Фэнк ответил, что на тренировку. Нужно готовиться к финалу. Старик похвалил его. И сказал, что очень хочет посмотреть, как он тренируется. Фэнк не растерялся. И ответил, что любит тренироваться в одиночестве. Фэнк ушел. Но Байрон заподозрил что-то неладное. Парень уж был очень напряжен. Придя на место, Эдгара еще не было. Где же он? Фэнк сел на пол. И начал медитировать, чтобы все напряжение ушло. И тут появился Эдгар в безумном состоянии. Боже, я никогда не видел его таким злым. Он сказал, чтобы Фэнк сейчас же ответил, где Калет. Или он тут же убьет его. Фэнк ответил, что Калет он может забыть. Потому что отсюда парень не выйдет. Эдгар не мог такое терпеть. Эдгар что, потерял сознание? Фэнк так легко выиграл. Фэнк. Взрыв. Фэнк. 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 Это безумие продолжилось больше двух часов Сил не было ни у одного, ни у другого Они только упали на землю И не могли даже шевелить пальцем Каждый сражался за свои ценности И за свою правду И каждый выстоял до конца После этой безумной драки Фэнк понял одну очень важную вещь Это то, что кордыня и стремление быть первым Совершенно не то, что должно быть в сердце человека Ведь тот, кто возвышает себя, будет унижен А тот, кто унижается, будет возвышен Теперь Фэнк понял, почему он проиграл первую битву Он считал себя выше всех И был унижен Гордыня одной из самых ужасных грехов Но он больше не такой Парень попросил прощения у Эдгара за все И сказал, что с сегодняшнего дня считает его своим братом Эдгар простил его Было не до шуток Но он еще добавил, что надеется, их кто-нибудь найдет Так и произошло Спустя часы поисков Байрон нашел Фэнка И увидел двух избитых бойцов Нужно немедленно помочь им Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok